Семью Машко разбудил стук в дверь около двух часов ночи. С вопросом, а твои девочки прилетели из Турции, прибежала соседка. Неделю назад на Анталийское побережье уехали отдыхать две дочери супругов. 27-летняя Анастасия и 15-летняя Анна. Звонок из интуриста подтвердил страшные опасения родителей. Из-за аварии в районе города Манавгат старшая из дочерей Машко оказалась на операционном столе. Младшая Анна скончалась. В отпуск, Настя, поехали отдыхать, как все. И тысячи людей, миллионы ездят. И надо же в такой глубинке такое случиться. Вчера в 14-15. Я говорю, вы что там? Наверное, на это сейчас чемоданы будем собирать. В сети вижу, есть, есть. Все по соцсети. Все, фотографии присылают, все нормально. Все еще там пожар, все нормально. Пожар, я говорю, наверное, испорчен отдых. Я еще, она говорит, нисколько отдых не испорчен, все хорошо. Это была не первая поездка семьи на отдых в Турцию. В этот раз родители лететь отказались. Не на кого было оставить дом. Старшая дочь Машко, Анастасия, трудится в банке. Из родительского дома в Красном Яре переехала в Самару. Как сообщили родителям, сейчас ее состояние стабилизировалось. Младшая Аня, школьница и активистка. После девятого класса собиралась в медицинский. Семья не верит в ее кончину. Мы ходили на вокал. Очень долго. Это они в Лазаревском одна ездила. Евгений Владимирович, да? В Лазаревском садике. А еще мы в юном медике участвовали. Она лидер юных медиков была. Анюта является давно уже участницей нашего танцевального коллектива. И вообще не хочу, если честно говорить, в прошлом времени. Она сейчас является нашей лучшей девочкой. Занималась на старшей группе, занимается в старшей группе. И очень ярко, очень талантливо. Сейчас родители собираются в Турцию. Им оказывают всю необходимую помощь. Как сообщает Генеральное консульство России в Анталии, по состоянию на 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные туристы с ранениями разной степени тяжести проходят дополнительное обследование. Их жизнь, заверяют медики, вне опасности. Генконсульство совместно с властями страховой компании и ритуальной службы занимаются подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину. Телеканал «Самара ГИС» будет следить за развитием событий. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.